Всем привет друзья, вы на канале Гобстер Плей, в сегодняшнем видео мы продолжаем тему сборок с барахолки без прокачанных торговцев. То есть данные сборки могут позволить себе абсолютно все игроки из Кейфромтарков, если у них есть деньги. Если же денег нет, то я оставлю ссылки в описании на то, как их заработать. В сегодняшнем видео бюджет стволов равен 100 тысячам рублей, и если это видео наберет 2000 лайков, мы расширим бюджет до 200 тысяч. Идею для первой сборки дал подписчик под ником Нессы. Предлагайте свои сборки с барахолки в комментариях. А мы начинаем. Для начала нам необходимо купить ХК 416 за 60 тысяч рублей. Далее необходимо разобрать ее как на видео, то есть сохранить нужные детали в правой стороне, а ненужные сверху от самой ХК. Нужные детали это газблок и ХК 416, ненужные это ствол, целик и приклад. Должна получиться следующая картина. Теперь продаем ненужные детали механику, вы должны получить 19 тысяч 400 рублей. Нажимаем правой кнопкой мыши под трубки приклада и выбираем фильтр по связи. Теперь открываем элементы снаряжения, приклады и ложа. И прокручиваем до прикладов Моя, Карбин. Они отличаются только цветом, выбираем самый дешевый из них. Цены на приклады стартуют от 5 тысяч рублей. Теперь берем тыльник к нему, который стоит от 10 тысяч рублей. Далее берем ствол 419 миллиметров, примерно за 20 тысяч рублей. Можно найти как дешевле, так и дороже. Приобретаем дульный тормоз компенсатор ПВС за 8 тысяч рублей. Помните, что цены на компоненты разнятся даже от времени суток. Покупаем прицел ЭКП Кобра за 8 тысяч рублей. И самую дешевую макпуловскую рукоятку. Выбирайте любого цвета, лишь бы было дешевле. Приступаем непосредственно к сборке. Газблок у нас остался еще с самого начала, после продажи ненужных компонентов. Перемещаем его на ствол. Далее ставим ПВС, ствол переносим на ХК. Устанавливаем рукоятку, тыльник переносим на приклад и устанавливаем на ХК. Также ставим прицел. И у нас получилась сборка ХК 416 за 96 тысяч 800 рублей. То есть по сути перед нами оружие, которое равняется по стоимости сборки РПК с барахолки. При этом обладает такими же показателями отдачи при гораздо большей скорострельности. То есть проблем при встрече с калашами и РПК у вас возникнуть не должно. Такая сборка подойдет как для новичков, так и на размен. То есть убить вражеского ЧВК, забрать его оружие, а свое скинуть в кусты. Перед тем как мы пойдем стрелять, уровень моего контроля отдачи равен 25. А уровень владения штурмовыми винтовками у меня равен 13. То есть я далеко не самый прокачанный персонаж. Теперь перейдем в тир и постреляем. Я тяну мышь на себя во время первого выстрела. Дальше ЧВК компенсирует отдачу автоматически. Отдача находится на приемлемом уровне. Из позиции сидя дела обстоят еще лучше. Но вы и сами все видите. Также не стоит забывать, что на барахолке попадаются разные комбинации ХК, что в итоге может сэкономить вам еще больше денег. Поэтому необходимо следить за предложениями на барахолке. Стрелять я рекомендую 856-ми А1, которые крафтятся на втором уровне верстака в убежище. Средняя цена за выстрел получается в районе 450 рублей. Красный порох стоит 70 тысяч, а 855-ый стоит в районе 200 рублей за выстрел. Чуть меньшее бронепробитие 856-го А1 компенсируется чуть большим уроном по телу. В итоге это все равно лучше, чем стрелять БТ, который проигрывает по всем параметрам, кроме бронепробития. Переходим к М4А1. Для начала покупаем аккумулятор на барахолке за 11 тысяч рублей. Теперь обмениваем его на Адар. Он находится у лыжника на первом уровне лояльности. Бьем по рукам и продолжаем дальше. Разбираем Адар на компоненты, нужные вправо, ненужные влево. Чтобы не запутаться, просто делайте как в видео. По итогу оставляем ствол, верхний ресивер, трубку приклада и рукоять заряжания. Все остальное продаем механику. Мы должны выручить 10 тысяч 400 рублей. Бьем по рукам и идем далее. Покупаем основу М4А1 за 20 тысяч рублей. Далее покупаем газблок МК-12 у механика на первом ранге, либо на барахолке. Приобретаем пистолетную рукоятку у миротворца на первом ранге за 12 долларов. Теперь берем приклад МОЭ Карбин и затыльник к нему. Теперь покупаем дульный тормоз компенсатор ПВС. Далее покупаем прицел Кобра, который уменьшает отдачу на 1%. Длинное цевьё РИС-2 от 15 тысяч рублей. Оно не требует установки дополнительных направляющих. С рукоятками все гораздо печальнее. Даже РК-1, которая снижает отдачу на 4%, стоит 75 тысяч рублей. РК-1 наклонная стоит даже дешевле. А бесполезная РК-0 на минус 3 отдачи от 35 тысяч рублей. И тут к нам на помощь приходит СКЮР за 27 тысяч рублей на минус 4 отдачи. Покупаем и переходим к сборке. Переносим верхний ресивер со стволом на основу от М4. Далее переносим трубку приклада и рукоять заряжания. Переносим тыльник на приклад и устанавливаем на трубку. Теперь ставим цевьё, ПВС и рукоятку. Далее перетягиваем все остальное. У нас получилась просто прекрасная М4А1 за 100 тысяч рублей. Эта сборка является аналогом предыдущей сборки ХК-416. То есть по сути я даю вам два одинаковых по эффективности образца вооружения, которые не оставят шансов среднебюджетным калашам и РПК. Характеристики примерно такие же, как и у ХК-416, просто немного меньше скорострельность. Теперь переходим в тир и постреляем. Я тяну мышь на себя только во время первого выстрела. По-моему это прекрасно. А из позиции сидя дела обстоят еще лучше. Если вам понравился данный видеоролик, поддерживайте его лайком. Также не забывайте подписываться на канал, заходить на группу в дискорде и вконтакте. Всем спасибо, всем пока.